Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на церемонии вручения верительных грамот. С сегодняшнего дня начинается ваша официальная миссия в России. Я искренне надеюсь, что эта миссия будет успешной, а отношения между нашими странами, наши двусторонние связи будут развиваться самым динамичным образом. В настоящий момент мировая политика находится в таком очень серьезном состоянии своего развития, переживает рубежный период. И, как показала последняя сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, очевидной для большинства государств стала необходимость формирования новой и более справедливой системы международных отношений, оздоровления обстановки в мире, достижения высокого уровня глобального партнерства. Без этих составляющих невозможно отвечать на все современные вызовы, невозможно победить тот экономический кризис, который, по сути, поразил всю нашу планету. Сейчас все мы занимаемся этой большой проблемой, устранением последствий глобального финансового кризиса. И благодаря совместным и согласованным действиям и наших государств, и международного сообщества в целом, достигнуты неплохие результаты, обнадеживающие результаты. Экономика мировая начинает выходить из рецессии. На последнем саммите, который был в Питтсбурге, в Соединенных Штатах Америки, мы договорились о том, чтобы запустить механизм мониторинга мировых экономик, экономик национальных, прежде всего, мировой экономики, национальных экономик, и обеспечить устойчивость кредитных рынков. Будем надеяться, что все эти меры приведут к положительному результату. Большинство государств сегодня разделяет тезис о необходимости солидарной ответственности, нахождение солидарных ответов на общие для всех вызовы, причем не только в сфере экономики, о чем я уже сказал, но и в сфере безопасности, включая урегулирование региональных конфликтов, решение проблем дефицита продовольствия и климатических изменений. Это расширяет и наши возможности двустороннего торгово-экономического взаимодействия, наращивание потенциала гуманитарных связей. Я надеюсь, что и вы в ходе своей миссии будете этому способствовать. Важнейшим событием предстоящего года, 2010 года в этой сфере, будет 65-летие победы во Второй мировой войне. Для Российской Федерации эта дата особая. Многие миллионы павших за нашу совместную победу – это боль и утраты практически каждой российской семьи. Мы высоко ценим то, что память о наших войнах хранят и в зарубежных странах. Недавний пример – в Словакии, посол которой присутствует на церемонии, прошли торжественные акции, посвященные 65-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, положившей начало освобождения этой страны. Мы благодарим наших словацких партнеров за такое уважительное отношение к памяти советских воинов. Говоря об отношениях со Словацкой Республикой, отмечу, что за последние годы нам удалось продвинуться почти по всем направлениям сотрудничества. Мы готовы к продолжению политического диалога и к запуску совместных проектов в экономической и культурной сферах. Перспективным партнером мы считаем Республику Словения. Особое внимание намерены уделять нашим новым крупным проектам, в том числе в энергетике, рассчитываем также на расширение гуманитарных связей с этим государством. Мы намерены также заниматься развитием российско-бельгийских связей в наших планах и дальнейшая диверсификация взаимной торговли и укрепление совместных исследований в научно-технической сфере. Мы заинтересованы в укреплении взаимодействия с Мальтой, в том числе в вопросах обеспечения безопасности на средиземноморских рубежах, в Средиземноморье. Мы настроены на наращивание взаимодействия с Албанией с учетом наших интересов и прагматических подходов. Российско-албанский диалог рассматриваем как один из важных факторов стабильности на Балканах. Серьезный импульс развитию двусторонних связей придал недавний визит в Россию президента Боливии. Мы намерены общими усилиями интенсифицировать взаимодействие в торгово-экономической сфере и в других областях. Большое значение мы придаем развитию и интенсификации наших отношений с Республикой Перу, одним из наших важных партнеров в Латинской Америке, в том числе и по вопросам координации на международной арене. На подъеме находятся наши отношения, отношения России с Ливией. За последние годы мы значительно продвинулись вперед по самым разным направлениям. Более насыщенным стал политический диалог, проходят регулярные встречи и на высшем уровне. Совершенствуется экономическое сотрудничество, на повестке дня новые совместные инвестиционные проекты и развитие гуманитарных связей. Отношения созидательного партнерства традиционно связывают Россию и Нидерланды. На протяжении уже многих столетий они содействуют экономическому росту и культурному взаимообогащению наших стран, а в последние годы являются и довольно значимым фактором европейской политики. Я с большой теплотой вспоминаю свой визит в Голландию, последний. Уверен, что наше сотрудничество будет и в дальнейшем содержательным, и плодотворным. Дружественный характер носят и связи России, и Новой Зеландии. В наших совместных интересах активизация диалога, обмена мнениями по широкой международной проблематике, наращивание взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей. Я хотел бы еще раз поздравить вас с началом дипломатической миссии. Надеюсь, что ваше пребывание в Российской Федерации будет плодотворным, интересным для вас и будет этапом как в вашей дипломатической службе, так и в вашей личной жизни. И надеюсь, что российские коллеги будут оказывать вам необходимое содействие в исполнении ваших высоких полномочий. Всего вам самого доброго.